В конференц-зале территориального центра волонтёры и слушатели курсов Института третьего возраста. В центре внимания языки русский и белорусский, а также краеведение. Наше отделение работает по такой инновационной модели, Институт третьего возраста. В рамках его очень большое количество людей, более 600 человек, посещают различные направления и группы. Вот одно из этих направлений, такое интересное, направление по изучению родного языка и краеведения. Это три группы, белорусский язык, русский язык, краеведческое направление. Сегодня мы в рамках всех этих трёх направлений проводим такое открытое мероприятие, посвящённое Международному дню родного языка. Участники встречи читали стихотворения, выступали в театральных пятиминутках и просто общались, используя силу и могущество, красоту и мелодичность обоих официальных языков нашей страны. Для того, как неумерло, как казали наши мовы, помни имя своё, так и мову, требует запомнить, потому что пароль неумеручести – это родная мова. Когда нема мовы, нема народа. Если не знает родного языка, если человек его не знает по каким-то обстоятельствам, которые от него не зависит, это можно понять. А когда человек живёт в своей среде, своей языковой, и не знает, то это, конечно, уже просто, я считаю, кощунство. Я, например, родилась в Казахстане, я по национальности немка, этническая, мои предки – это с Волги, но я в совершенстве знаю русский язык, я знаю немецкий язык. Глубокое изучение языка, понимание его основ невозможно без изучения особенностей края, где он появился, людей, которые на нём говорят. А потому такое направление, как краеведение, органично и логично вписалось в программу мероприятия. Сначала в рамках краеведения вообще-то мы изучали именно Брещину, наш город, историю. Это всё в форме презентации с рассказом где-то на часа полтора. Ну а потом у нас возникла очень хорошая идея не ограничиваться только этими рамками. Мы выезжаем на экскурсии, посещали Бездерский фартушок, фольклорный, посещали центр в Малорите. И, конечно, все были очень довольны, потому что это то, что надо. Ну и ещё одно очень важное направление в нашей деятельности – это работа со школами. И у нас так и называется – и не прервётся связь поколений. К слову, приобщиться к языковедению и изучению края может любой желающий. Волонтёр Института третьего возраста всегда готовы поделиться своими знаниями и опытом.